всем привет ослужив теплички сегодня у нас конец апреля что мы смотрим вот у меня заготовлены нарезочки это его ломкая и еще называют шарообразная и еще как-то там и называют то есть у нее много названий есть у меня где-то ну наверно штук 200 может быть больше нарезанный веточек и что я с ней делаю то есть я нарезал с больших больших деревьев они выглядят вот так вот с них были нарезаны ветки сразу размер размер резал и были поставлены ведра еще заливал туда засыпал корни вина то чтобы лучше шло корня образования его ломка чу называется она ломка ну здесь уже веточка водой наполнены но на самом деле вот когда ветки резал они еще были без почек без всего в начале начале апреля я резал и ветки очень ломкие были прям хрупкие как стеклянные сейчас они мягенькие и вот где-то получается прошло 20 дней и началось корни образования вот наблюдаем вот эти вот как сказать кора отрезкается здесь полезут корни этих местах видно что пошло корни образование набухание этих мест вот вот от таких вот толстых веток вот с палец получается да да даже вот таких вот тоненьких все такие тоненькие тоже использую они тоже дают корни то есть любые любой практически толщины его и веточки даже годовалые они тоже дают корешочки вон пошло корни образования вот эти выпуклости это как раз корешочки начали образоваться сейчас найду вообще тоненькую веточку годовалую вот с прошлого года веточка вот у нее тоже началось корни образования вот они выпуклые вот идет пипки это образуются корешочки вот через 20 дней получается сейчас мы их уже скорее всего посадить не успеем садить их надо для живой изгреди или вообще для красоты садятся они свежая оттаившую землю может быть даже еще не до конца оттаившую там сантиметров 5-10 делается дырка и туда веточка втыкается чтобы они успели дать корни успели прикорениться у меня это уже скорее всего не получается соответственно я их наверное буду садить в приготовленные специальные стаканчики из полиэтилена и будем таким образом прикоренять чтобы потом полиэтилен просто снимается и чтобы корень не нарушать объемный такую как сказать цилиндр земли опускается будет уже сразу в лунку лунки будут делаться скорее всего ледобуром обычным посмотрим или лопатой вот опыт у меня уже посадки прикоренившихся их был но я садил их летом земля была сухая лето было сухое и мне приходилось каждый день поливать их то есть чтобы они не загнулись их надо каждый день будет поливать поэтому их надо садить очень рано а вот и вы как раз прошлогодние вот они прошлогодние и вы вот здесь у меня тут наверное 100 вот они вот здесь вот везде 100 с лишним наверное этот прошлом году их садил и в течение наверное месяца почти каждый день я их поливал вот и так вот они укоренились а то есть если нет сырой земли над постоянно поливать вот она наша его она уже дала корни он дает вот возьму на примере большого такого трасс . вот она дает побеги и дала корни вот такие жесткие такие корешочки вылезли красненькие вот сейчас вот они вот каждый вот этой точечке беленькая где кора лопается там вылезет корешочек и возьму сейчас еще маленький какой-нибудь очень тонкий корешочек веточку вернее очень тонкую посмотрим как на ней вылезли корни вот тонкая веточка вот смотрим он на ней тоже вылазит корешочки вон они то есть даже на годовалых веточках прошлогодних до которые вылезли корешочки вылазит что мы потом будем делать мы как изначально хотели садить эту его сразу в землю уже поздно потому что земля высыхает и садить надо сразу как еще снег допустим на пол штыка сошел даже меньше чтобы можно было дырку проковырять только земле лобом там или еще чем-то надо было садить сейчас уже корни не успеют схватиться поэтому мы будем садить в землю в определенные стаканчики дальше я это видео сниму и потом уже пересаживать или в вес осенью в этом году или в следующем году весной уже будем пересаживать с нетронутой корневой и